Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа. Россияне своих не бросают. Беху с русской десантурой свои, видно, документы повытягивали, трупы побросали. Всем дети еще по лет 19. Документов никаких не было, ничего не было. Короче, русские своих не бросают. Люди плачут, зашли извинять село. Редактор субтитров А.Семкин Итак, в то время, когда Россия ведет подготовку к одной из решающих битв в ходе этой войны. Попытка окружить практически 100-тысячную группировку вооруженных сил Украины на Донбассе. И для этого она стягивает все возможные вооружения, наличествующие у нее, часто отсталые. Перебрасывает туда новые и новые резервы. Самое главное, что это происходит на глазах всего мира. В отличие от операций той же Второй мировой войны, когда подобные операции проводились в полной тайне и в секрете от противника, тут известно все. Более того, российская оккупационная машина даже не пытается скрыть подготовку к этому наступлению. Лукашенко полетел к Путину, они встречались на Дальнем Востоке, встречались на космодроме Восточный. И в ходе этих переговоров, которые определились более 3 часа, обсуждались, очевидно, детали будущего нового наступления российских оккупационных войск. Попытки переломить ход этой неудачно складывающейся для Путина войны. И, безусловно, Путин не оставил попыток втянуть Лукашенко, вооруженные силы Беларуси, в эту войну для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Пока, правда, до сегодняшнего дня все попытки Путина уломать Лукашенко, послать вооруженные силы Беларуси в Украину, успеха не давали. И, очевидно, эта попытка вряд ли что-либо изменит восприятие Лукашенко. Согласно опросам граждан Беларуси, подавляющее большинство, 95% выступает категорически против вступления Беларуси в войну. Я неоднократно в своих видео разбирал причины, по которым Лукашенко, скорее всего, но с огромной долей вероятности, откажется участвовать в этой военной авантюре. Что его ждет в этом случае? Смещение, смерть. Это все находится в руках Путина, но Лукашенко решил не подписывать себе смертный приговор, решил оттянуть как можно дальше этот момент. И будет делать все до последнего, для того, чтобы вооруженные силы Беларуси не были втянуты в эту войну. Тем не менее, сегодня, выйдя после итогов этих переговоров, значительную часть они посвятили разбору российских военных преступлений, совершенных под Киевом, Буча, Ирпине, Гастомеля. Так называемая, вошедшая уже во все мировые учебники истории. Буча в масоке или резня в буче. Ну и понятно, что Путин и Лукашенко продолжили гонять нарратив в отношении того, что все это является провокацией западных правительств, западных спецслужб. И Россия, по версии Путина и Лукашенко, естественно, никакого отношения ко всему происходящему не имела. То, что это происходит на глазах всего мира, когда буквально в режиме онлайн создаются карты, как это сделала та же Нью-Йорк Таймс, интерактивная карта, по которой можно полностью установить совершение этих преступлений. Буквально, причем по дням, иногда по часам, и меру открываются все новые и новые страшные преступления, как, например, преступление, о котором рассказала Людмила Денисова, уполномочия на Верховной Раде по правам человека. Она рассказала о том, что в Буче существовал дом, в подвале которого находились свыше 25 украинских подростков и женщин в возрасте от 14 лет, которых российские солдаты подвергали регулярным изнасилованиям. Известно, как минимум, еще раз повторю, 25 украинских женщин, в числе которых несовершеннолетние. Денисова также сообщила, что 9 из них, украинские девушки, подростки, забеременели в результате этих систематических сексуальных надругательств над ними. Ужасающие детали того, что с ними происходило сейчас, всем этим сбором этих преступлений занимается Генеральная прокуратура Украины. Ну а самый шокирующий момент связан с тем, что российские насильники в погонах рассказывали о том, что они сделают все для того, чтобы у украинских девушек пропало когда-либо желание завести детей от украинских мужчин. Именно для этого они их подвергали систематическим надругательствам. Также известно о том, что несколько десятков украинских несовершеннолетних, которые, к счастью, выжили, также подвергались регулярному сексуальному насилию в оккупированных поселках и городах Киевской области. Часть из них уже вывезли за границу, они нуждаются в постоянном и системном уходе со стороны врачей. И эта история будет иметь еще более долгосрочные последствия. Образ Путина как мерзавца, фашиста, нациста и человека отрицающего, ставший очевидными для всего мира преступления, будет дополняться новыми и новыми свидетельствами. При том, что мы понимаем, что очень многие подвергшиеся насилию украинки не хотят сообщать об этом травматичном опыте. Но даже свидетельств тех, которые уже это сделали, которые рассказали о всех ужасах, которые с ними происходили, в том числе в этом самом ужасном доме в Буче, они лягут в основу международных обвинений. С точки зрения западного общества, которое просто содрогнулось, узнав картины происходившего на оккупированных территориях, Путин уже конченый человек. На нем уже можно поставить жирный крест. И это, кстати, поддемонстрировала вчерашняя встреча Путина с канцлером, федеральным канцлером Австрии, который я подробно разбирал на своем ютуб канале, который вы можете посмотреть. Еще раз говорю, по моему убеждению, основная цель встречи австрийского канцлера с Путиным была в том, чтобы понять его психическое состояние, определить реально, в каком ключе сейчас развивается событие лично для Путина, что он собирается делать и действительно ли у него наступило некое психическое помешательство. Но то, что Путин проиграл, ему вчера об этом лично сообщил австрийский канцлер. С точки зрения морали, с точки зрения истории он уже проиграл. Однако западные политики пришли к однозначному выводу. Никакие переговоры с Путиным на сегодняшний день не имеют смысла до того, пока он не потерпел решающего поражения на поле сражений. Поэтому Путин, как уже приговоренный по сути к казни преступник, пытается всячески ее избежать или оттянуть этот самый для себя момент. Именно этим он занимался сегодня в компании своего кровавого друга, диктатора Белоруссии Лукашенко, который ранее в крови утопил мирный протест белорусских граждан против сфальсифицированных президентских выборов 2020 года. И по итогам этой встречи они договорились до того, в частности Лукашенко договорился до того, что оказывается Бучанскую трагедию срежиссировали по его версии англичане. Вот так. Англичане, все те же самые мерзкие англосаксы. И вспоминаем фразу Горчакова, министра иностранных дел Российской империи 19 века, о том, что англичанка гадит. Ну, англичанка гадит, это королева Виктория, безусловно. То же самое происходит и сейчас. Эта истерика, кстати, не случайная, это оговорочка по Фрейду. Это очевидно то, что они обсуждали с Путиным на этой встрече. И связано это напрямую с визитом на этих выходных премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Вот эта истерика, то, что фраза, которая вырос у Лукашенко, она имеет самое непосредственное отношение к происходившему здесь в Киеве. Сам Путин по итогам этой встречи заявил о том, что преступление российских военных в Буче является фейком. Он также заявил о том, что он общается с коллегами из западных стран, непонятно с какими, правда. И они говорят, Буча, а вы в Раке были когда-нибудь, спрашивает их Путин, имея в виду город в Ираке. Ну, как всегда, Путин в стиле школы и КГБ продолжает врать, причем это ложь очевидна сегодня всему миру и призвана, в первую очередь, убедить российское общество. Но понятно, что никоим образом она не может действовать сегодня на всех людей во всем мире, имеющих доступ к реальной, а не фейковой информации. Ну и, наконец, еще одна нова сегодняшнего дня. Важное немецкое издание Bild, которое часто сливает институтскую информацию, сообщило о том, что президент Германии Штанмайер, в прошлом бывший министром иностранных дел, являвшийся архитектором политики мирного курса и сближения Германии с Россией, один из главных лоббистов Северного потока-2, он сейчас находится с визитом в Польшу, очень сильно хотел приехать в Украину, по примеру, своего британского коллеги Бориса Джонсона, но этому воспротивился президент Украины Зеленский, который, по информации Bild, встречаться с ним не захотел. Не захотел по одной банальной причине, с точки зрения очень многих сегодня в мире, Штанмайер несет моральную, но тем не менее, ответственность за совершенное Путиным преступление. Именно его соглашательская политика, его и значительной части немецкой элиты, в конце концов, и привела к Путину, к тому, что он развязал агрессию против своих соседей, против Грузии, а теперь и против Украины. Ну что ж, поведение Украины в этой ситуации и ее президента можно только поприветствовать. Это означает только то, что люди, совершившие в прошлом неблаговидные поступки, даже будучи президентом Германии, начинают приходить к тому, что ответственность за них им придется рано или поздно понести. Вот такие у нас новости на сегодняшний день, друзья. Друзья, продолжим внимательно отслеживать ключевые события, в частности, ситуацию в Мариуполе, которая складывается крайне трагически для жителей города и для его защитников, у которых фактически не осталось сегодня ресурсов, боеприпасов, продуктов, питания для того, чтобы продолжать свою борьбу. И именно отсутствие вооруженных сил Украины необходимых наступательных средств на данный момент делает операцию по деблокаде крупнейшего нашего порта на Азове практически невозможной. Остается только надеяться на то, что мир еще сохраняет шансы и западная политика сохраняет шансы на то, чтобы попытаться спасти сегодня мирных жителей Мариуполя. Их там осталось выше 100 тысяч. И также гарнизон Мариуполя от расправы от путинских карателей, которые накануне по версии полка Азов и других источников могли впервые применить химическое оружие. Пока эта информация еще нуждается в подтверждении, но тем не менее факт возможно применения химического оружия является крайне тревожным сигналом. И сигналом, в первую очередь, для администрации США Джо Бабина, который ранее говорил о том, что если Путин применит химическое оружие, в Украине это будет доказано, последствия для него будут неминуемыми. Но самый удачный момент для администрации американского президента, наконец, держать собственное слово. Субтитры подогнал «Симон»